Самый важный четвертого конгресса КНТЭЙТ в 1936 году 1 мая в Сарагосе, Испания. Национальная конфедерация труда присоединилась к Международной ассоциации рабочих. Строительная концепция революции. Во-первых, дайте каждому человеку то, чего требует его потребности, не имея других ограничений в их удовлетворении, кроме тех, которые налагаются возможностями экономики. Второе требуйте от каждого. Человеку максимального вклада своих усилий в соответствии с потребностями общества, принимая во внимание физические и моральные условия каждого человека. Организация нового общества после революционного события. Первые меры революции. Объявлены упраздненными «частная собственность», «государство», «принцип власти» и, следовательно, классы, разделяющие эксплуататоров и эксплуатируемых, угнетенные и угнетатели. После обобщисления богатства организации свободных производителей будут отвечать за прямое управление производством и потреблением. Как только анархистская коммуна будет создана в каждой местности, мы приведем в действие новый социальный механизм. Производители каждой отрасли или отрасли, собираясь в свои профсоюзы и на рабочем месте, будут свободно определять способ своей организации. Свободная коммуна захватит то, что ранее принадлежало буржуазии, например, продукты питания, одежду, сырье, рабочие инструменты. И да и эти рабочие инструменты и сырье должны быть доступны производителям, чтобы они могли управлять ими напрямую на благо общества. Коммуна в первую очередь позаботится об обеспечении максимального комфорта всех жителей каждого населенного пункта, заботе о больных и образовании детей. Все люди будут готовы выполнить добровольный долг, который станет истинным правом, когда человек будет работать свободно, чтобы оказывать помощь сообществу в соответствии со своими сильными сторонами и возможностями, а коммуна выполнит обязательства по удовлетворению их потребностей. Конечно, с этого момента необходимо создать представление о том, что первые дни революции не будут легкими и что каждому человеку необходимо будет приложить максимум усилия и потреблять только то, что позволяют производственные возможности. Каждый конструктивный период требует жертв и индивидуального, и коллективного принятия, а не для создания трудностей для работы по восстановлению общества, которые мы все будем выполнять по взаимному согласию. План организации Производителей План экономической организации, в каких бы проявлениях не проявлялось национальное производство, будет соответствовать самым строгим принципам социальной экономики, осуществляемой непосредственно производителями через их различные производственные органы, назначаемые на общих собраниях различных организаций и постоянно контролируемые ими. В качестве основы, на рабочем месте, в союзе, в коммуне, во всех регулирующих органах нового общества, производитель и индивид как ячейка, как краеугольный камень всех социальных, экономических и нравственных творений, как орган взаимоотношений внутри коммуны и на рабочем месте, совет цехов и фабрик, согласованные с другими рабочими центрами, как орган взаимоотношений между профсоюзами, ассоциация производителей, статистический и производственные советы, которые будут продолжать объединяться между собой, чтобы сформировать сеть постоянных и тесных отношений между всеми производителями Иберийской конфедерации. В поле, в качестве базы производитель в коммуне, который извлекает выгоду из всех природных ресурсов политического и географического разграничения. Как орган взаимоотношений, совет по растениеводству, в который войдут технические специалисты и рабочие, являющиеся членами Ассоциации сельскохозяйственных производителей, отвечающие за руководство интенсификации производства и определение наиболее подходящих земель в соответствии с их химическим составом. Эти советы по культивированию установят ту же сеть взаимоотношений, что и советы мастерских, фабрик, производства и статистики, дополняя свободную федерацию, которую коммуна представляет как политическое разграничение и географическое подразделение. Как Ассоциации промышленных производителей, так и Ассоциации сельскохозяйственных производителей будут объединяться в федерацию на национальном уровне до тех пор, пока это будет только в стране, которая выполнила свои социальные трансформации, если они, столкнувшись с этой дилеммой в результате того же рабочего процесса, к которому они обучаются, сочтут ее удобной для наиболее плодотворного развития экономики, и точно так же те службы, характерные черты которых имеют тенденцию делать это за счет облегчения логических и необходимых отношений между всеми анархистскими коммунами, будут объединены в одном и том же смысле. По нашим оценкам, со временем новое общество сможет предоставить каждой коммуне все сельскохозяйственные и промышленные элементы, необходимые для ее автономии, в соответствии с биологическим принципом, который гласит, что человек свободнее, в данном случае коммуна, которая меньше всего нуждается в других. Анархистские коммунации и девятые действия. Человек, коммуна и федерация. Администрация будет абсолютно коммунальной. Следовательно, основой этого управления будет коммуна. Эти коммуны будут автономными и будут федеративными на региональном и национальном уровнях для реализации цели общего характера. Право на автономию не исключает обязанности соблюдать коллективные соглашения о сосуществовании, которые не разделяются простыми оценками и принимаются по существу. Таким образом, сообщество потребителей без добровольных ограничений обязуется соблюдать те правила общего характера, которые после свободного обсуждения были одобрены большинством. С другой стороны, те коммуны, которые сопротивляются индустриализации, соглашаются на другие виды сосуществования, такие как на туристы, стриптизерши и другие, будут иметь право на автономное управление, не связанное с общими обязательствами. Поскольку эти обнаженные на туристские коммуны или любой другой класс коммуны смогут удовлетворить все свои потребности, какими бы ограниченными они ни были, их делегаты на Конгрессах и Берийской конфедерации автономных анархистских коммуны смогут заключать экономические соглашения с другими сельскохозяйственными и промышленными коммунами. В заключении предлагаем создание коммуны как общего и административного социального координирующего субъекта. Коммуна будет автономной и будет конфедерацией с остальными коммунами. Коммуны будут федеративными на региональном и региональном уровнях, по желанию устанавливая свои географические границы, когда будет удобно объединить небольшие города, силы и населенные пункты в единую коммуну. Эти коммуны образуют иберийскую конфедерацию анархистских автономных сообществ. Для распределительной функции производства и для того, чтобы коммуны могли быть лучше восприняты, могут быть созданы эти дополнительные органы, нацеленные на достижение этого. Например, Совет конфедерации по производству избыту с прямыми представительствами Национальных федераций производства и ежегодным конгрессом коммун. Миссии и внутреннее функционирование сообщества. Коммуна должна заботиться о том, что интересует человека. Ему предстоит взять на себя все работы по организации, обустройству и благоустройству населения, о размещении его жителей, предметов и продуктов, предоставляемых к вашим услугам профсоюзами или ассоциациями производителей. Он также будет иметь дело с гигиеной, статистикой сообщества и коллективными потребностями, обучением, учреждениями здравоохранения, а также сохранением и улучшением медицинских учреждений. Местные СМИ. Он наладит отношения с другими коммунами и позаботится о стимулировании всей художественной и культурной деятельности. Для надлежащего выполнения этой миссии будет назначен общественный совет, в который будут добавлены представители советов по культивированию, здоровью, культуре, распределению и производству и статистике. Процедура избрания коммунальных советов будет определяться в соответствии с системой, в которой они устанавливают различия, которые рекомендуют плотность населения, с учетом того, что потребуется время, чтобы политически децентрализовать мегаполисы, образовав вместе с ними федерация общин. Все эти должности не будут иметь исполнительного или бюрократического характера. Помимо тех, кто выполняет технические или просто статистические функции, другие будут также выполнять свою миссию в качестве производителей, встречаясь на сессиях в конце рабочего дня для обсуждения подробных вопросов, которые не требуют одобрения общинных собраний. Собрания будут проводиться столько раз, сколько нужно в интересах коммуны, по просьбе членов общинного совета или по желанию жителей каждого из них. Отношения и обмен товарами. Как мы уже сказали, наша организация является федералистской по своей природе и обеспечивает свободу личности в пределах группы и коммуны, свободу коммуны внутри федерации и свободу последних внутри конфедераций. Таким образом, мы переходим от человека к сообществу, обеспечивая их право на сохранение принципа нематериальной свободы. Жители коммуны будут обсуждать между собой свои внутренние проблемы – производство, потребление, обучение, гигиену и все, что необходимо для нравственного и экономического развития коммуны. В случае проблем, которые затрагивают весь регион или провинцию, федерация должна обсудить, и на собраниях и собраниях, которые они проводят, будут представлены все коммуны, делегаты которых будут высказывать точки зрения, ранее утвержденные в них. Например, если им нужно построить дороги, соединяющие города-регионы или вопросы транспорта и обмена продуктами между сельскохозяйственными и промышленными регионами, естественно, что все коммуны раскрывают свои критерии, поскольку они также должны оказывать свою помощь. В вопросах регионального характера региональная федерация будет выполнять соглашения, и они будут отражать суверенную волю всех жителей региона. Но это началось с индивида, потом перешло в коммуну, оттуда в федерацию и, наконец, в конфедерацию. Таким же образом, мы подойдем к обсуждению всех национальных проблем, поскольку наши организации будут дополнять друг друга. Национальная организация будет регулировать международные отношения, находясь в непосредственном контакте с пролетариатом других стран через их соответствующие организации, связанные, как наша, с Международной ассоциацией рабочих, для обмена продуктами от коммуны к коммуне коммунальные советы. Устанавливают отношения с региональными федерациями коммун и с Конфедеральным советом производства и распределения, требуя то, что им нужно, и предлагая то, что осталось. Эта проблема решается и упрощается через сеть отношений, установленных между коммунами и советами по производству и статистике, учрежденными национальными федерациями производителей, что касается коммунального аспекта того же. Самого достаточно будет писем от производителя, выпущенных советами мастерских и фабрик, дающих право на то, что они могут приобретать то, что необходимо для удовлетворения всех своих потребностей. Письмо производителя представляет собой начало признака изменения, которое будет зависеть от этих двух регулирующих элементов. Во-первых, он не подлежит передаче другому лицу, во-вторых, необходимо принять процедуру, в соответствии с которой в письме указывается стоимость работы в единицах рабочего дня, и это значение имеет срок действия не более одного года для приобретения продуктов. Элементом пассивного населения коммунальные советы будут выдавать им письма о потреблении. Конечно, мы не можем и установить абсолютный стандарт. Следует уважать автономию коммун, которые, если они сочтут это, удобным, могут установить другую внутреннюю систему обмена, при условии, что эти новые системы не могут в любом случае нанести вред интересам других коммун. Обязанности человека перед коллективностью и концепция распределительного правосудия. Анархизм несовместим с какой-либо системой исправления, факт, который подразумевает исчезновение нынешней системы исправительного правосудия и, следовательно, инструментов наказания, тюрьмы, тюрьмы и ДВ. Данной статье концептуализируется, что социальный детерминизм является основной причиной так называемых преступлений в нынешнем состоянии дел и, следовательно, как только причины породившие преступления исчезнут, в большинстве случаев оно перестанет существовать. Таким образом, мы рассматриваем, во-первых, люди неплохи по своей природе, и это преступление является логическим результатом состояния социальной несправедливости, в котором мы живем. Во-вторых, удовлетворяя их потребности, а также давая возможность рациональному и гуманному образованию, эти причины должны исчезнуть. По этой причине мы понимаем, что, когда индивид не выполняет свои обязанности, как в моральном плане, так и в своих функциях как производителя, именно народные собрания, с гармоничным чувством, дадут справедливое решение ситуации. Поэтому анархизм установит свое исправительное действие на медицину и педагогику, единственные превентивные меры, право на которые современная наука признает. Когда человек стал жертвой патологических явлений, попыток нарушить гармонию, которая должна преобладать между людьми, педагогическая терапия, позаботиться о том, чтобы вылечить его дисбаланс и стимулировать в нем этическое чувство социальной ответственности, в котором ему, естественно, отказано нездоровой наследственностью. Религиозный вопрос. Религия, чисто субъективное проявление человеческого существа, будет признана, как только она останется отнесенной к шатру индивидуальной совести, но ни в коем случае не может рассматриваться как форма публичного хвостоства или морального или интеллектуального принуждения. Люди смогут свободно зародить столько моральных идей, сколько они сочтут подходящими, и исчезнут все обряды. Защита революции. Мы признаем необходимость защиты завоеваний, достигнутых революцией. По-видимому, их капитализм не смирится с лишением собственности интересов, которые он приобрел с течением времени. Следовательно, до тех пор, пока социальная революция не победит на международном уровне, будут приняты необходимые меры для защиты нового режима либо от опасности иностранного капиталистического вторжения, упомянутой выше, либо для предотвращения контрреволюции внутри страны. Постоянная армия представляет величайшую опасность для революции, так как под ее влиянием будет создана диктатура, которая нанесет ей смертельный удар. В моменты борьбы, когда силы государства, полностью или частично, присоединяются к народу, эти организованные силы будут оказывать свою помощь на улицах, чтобы победить буржуазию. Освоив это, вы закончите свою работу. Вооруженный народ будет величайшей гарантией против любой попытки восстановить режим, разрушенный усилиями изнутри или из-за границы. Тысячи рабочих прошли по казармам и знают современную военную технику. Каждая коммуна имеет свое вооружение и элементы защиты, поскольку до окончательного утверждения революции они не будут уничтожены, чтобы превратить их в орудия труда. Мы рекомендуем сохранение самолетов, танков, бронированных грузовиков, пулеметов и зенитных орудий, поскольку именно в воздухе кроется реальная опасность иностранного капиталистического вторжения. Если этот момент наступит, город быстро мобилизуется, чтобы противостоять врагу, возвращая производителей на рабочее место, как только они выполнят свою оборонительную миссию. В этой общей мобилизации будут поняты все люди обоих полов, которые готовы к бою и которые готовятся к нему, выполняя многочисленные боевые задачи. Кадры защиты конфедерации, распространенные на центры производства, будут наиболее ценными вспомогательными средствами для консолидации завоевания революции и подготовки их компонентов для борьбы, которую в ее защиту мы должны поддерживать на больших уровнях. Поэтому мы заявляем, во-первых, разоружение капитализма подразумевает поставку оружия коммунам, которые будут нести ответственность за его сохранение и которые на национальном уровне будут заботиться об эффективной организации средств защиты. Во-вторых, в международных рамках нам придется вести активную пропаганду среди пролетариатов всех стран, чтобы они подняли свой энергичный протест, объявляя движение солидарности перед лицом любой попытки вторжения со стороны их соответствующих правительств. В то же время наша Иберийская конфедерация анархистских автономных сообществ поможет морально и материально всем эксплуатируемым в мире навсегда освободиться от чудовищной опеки капитализма.